здравствуйте друзья здесь демитков юрий вы знаете я никогда не рекомендовал заниматься форексом еще раз хочу сказать что форекс это огромные риски и практически стопроцентная гарантия того что вы все свои деньги потеряете но я знаю что есть люди которые вкладываются форекс ведутся на уговоры вот этих вот звонилок которые обещают 30 процентов в месяц и заводят туда деньги а потом меня спрашивают постоянно как же эти деньги вывести и если надежда ну могу сразу сказать что в принципе теоретическая возможность есть но она такая чисто теоретическая примерно такая же вероятность что вы получите свои деньги назад так же как и то что вы заработаете на форексе примерно такой же вероятность то есть теоретически возможность такая есть и такая возможность есть по процедуре Но, смотрите, рынок Forex, он, во-первых, сопряжен с огромными рисками, а во-вторых, там еще, кроме всего прочего, есть огромное число всяких кухонь и всяких мошенников. И те, кто вам звонит навязчиво и предлагает вот этот вот Forex, это, ну, по большей части, мошенники. То есть, Forex это вот вообще такое глобальное-глобальное дерьмо, которое пачкает вообще все, что вокруг. Поэтому процедура возврата денег с Forex, она тоже часто сопровождается, то есть, ну, мошенниками. Вот что я хочу сказать. И недавно мне позвонили, вчера мне позвонили как раз такие мошенники, и, ну, чтобы вас предупредить о том, как они действуют, я вот сейчас хочу об этом рассказать. Итак, значит, смотрите, как теоретически можно вернуть деньги. Есть такая процедура Charge Break. То есть, смотрите, вы платите куда-то, оплачиваете деньги, ну, с карточки. Как правило, весь Forex идет с карточки, с банковской, то есть, вы заходите в личный кабинет, и они там говорят, введите номер карточки, там стандартно вот эти вот коды, все, так сказать, с вас снимаются деньги, они уходят туда, на Forex, они там кладутся. Вот. Сразу могу сказать, что если вы ввели там 100 долларов, 200, 500 долларов, 1000 долларов, то шансов их вернуть практически нет. Но есть некоторые люди, которые ухитряются туда ввести 10 тысяч долларов, и, ну, здесь еще можно что-то попробовать по процедуре Charge Back. Как это делается? Смотрите, вы можете заявить банку через какое-то время, что, блин, меня обманули, и я неправильно перевел, там перевела деньги, можно ли их вернуть? Есть такая процедура Charge Back. Как это делается? Ну, чисто теоретически, вы пишете заявление в банк, что, значит, пали жертвой обмана, банк тогда берет и смотрит вот эту операцию, которая совершена в тот банк, где, ну, на рынок Forex, там, сказать, другой счет в другом банке, понимаете? Вот, и он обращается в тот банк, где зарегистрирован вот этот вот Forex-дилер, и типа говорит, верните-ка мне вот эти деньги, потому что там у вас мошенническая фирма. И, значит, тот банк, да, ваш банк вам возвращает эти деньги из своих, а требует эти деньги вернуть с того банка. Как вы понимаете, тот банк денежку вернуть может только, если он говорит, да вы что, у меня все клиенты, честно, это вы там лопухи. Вот, и они начинают друг с другом припираться, то есть банки на это идут крайне неохотно. И для того, чтобы у них были основания для того, чтобы потребовать вот эти вот деньги по процедуре chargeback, насколько я понимаю, нужно банку доказать, что вы пали жертвой мошенничества. Для этого вы должны, значит, предоставить договор вот этот вот с Forex-компанией, показать пункты, которые компания нарушила, значит, лучше аудиозапись разговоров, которые у вас состоялись с этими друзьями, потому что то, что они обещают и то, что в договоре, очень часто, очень сильно расходится. И эти деятели утверждают, что вы наверняка получите 30%, а потом они говорят, ну, вас же предупреждали. И в договоре есть предупреждение, что вы ознакомлены, что рынок Forex сопряжен с рисками. Вот в чем дело. Ну, они как-то об этом вскользь говорят. Вот, и, значит, вот этот вот список документов, он должен быть юридически оформлен. И существуют такие компании, теоретически, смотрите, вот сейчас внимательнее, существуют такие компании, которые готовы помочь вам собрать вот эти вот список документов. Они оказывают консультационные услуги, по идее. Вот, они просто помогают вам, они даже не готовят эти документы, они помогают вам подготовить эти документы, что, как, вот прямо по списку, и отправить в банк, и с какой-то вероятностью банк вам теоретически может вернуть деньги. Банк, ваш банк вернет, тот банк вернет платеж вашему банку, ваш банк переводит деньги на ваш счет. Вот такая процедура. Значит, ну, какие там справки, ну, возможно, и лучше, если это будет подтверждение о возбуждении уголовного дела против, по статье мошенничества, понимаете, что полиции тоже не будут очень рады и не будут рваться, возбуждать. То есть, короче говоря, вероятности такой практически нет. И вот эта фирма, которая консультирует вас, естественно, она хочет взять деньги, и эта фирма помогает вам оформить документы, а вы ей оплачиваете ее услуги. Но после того, как вы получили деньги, как правило, люди не рвутся оплатить вот эти услуги, и поэтому, конечно, ну вот, многие фирмы, по крайней мере, хотят предоплату. Стоимость этих услуг стоит, как правило, там что-то 5-6% от суммы возврата. Вот, то есть, если 10 тысяч, то там получается сколько там, 60 долларов, что ли, там. Вот, не так много, ну, в районе 100 долларов там получается. Но если вам вернут эти 100 долларов, то люди говорят, ну, слушай, ну, я все сам сделал, и все, спасибо, вы мне помогли. Люди не спешат оплачивать, а предоплату 100 долларов, в общем-то сказать, тоже никто не хочет делать. То есть, здесь такая штука на доверие. Вот, но есть такие мошенники, которые говорят, ой, блин, мы запросто сейчас все вернем. И прямо вот давайте. Вот такие, ну, мне вчера позвонили, то есть, вот, я вам скажу так, вот, бывают люди глупые, да, а бывают тупые. Вот, так вот, мне позвонили вот такие вот мошенники, но они были тупые просто, вот, понимаете. Вот, и, судя по всему, откуда-то из зоны или там, не знаю, ну, какие-то вот совсем тупые-тупые. Вот, ну, как это было? Сначала мне позвонила девушка, сказала, вот, центр там финансовой помощи, значит, мы помогаем вернуть деньги от брокера. Вы когда-нибудь там теряли, так сказать, на Форексе или на брокерах? Я говорю, ну, так сказать, там было когда-то, может быть, там. Ну, какая компания? Я говорю, ну, Максимаркетс компания, да, это была компания Максимаркетс, значит, там, они меня конкретно обманули. Вот, я вам точно могу сказать, обманула меня Максимаркетс. Вот, и, значит, соответственно, я об этом уже снимал. Она говорит, о, хорошо, значит, ну, когда? Я говорю, давно это было. Ну, я знаю, что процедура чарджбэк действует там в течение какого-то срока, значит, возможности вот этой вот процедуры. Там что-то то ли полгода, то ли год. Она мне говорит, до 10 лет можно. Ну, хорошо, то есть это уже первая галочка. Ага, до 10 лет, ну, ладно, говорю, что мне, жалко, что ли? Ну, хорошо, вам позвонят наши эксперты, говорит, девушка, значит, там, и все. Она узнала только название фирмы. Ну, девушка звонила накануне, вчера позвонил эксперт. Вот, и он говорит, вот, там, значит, мы хотим вам вернуть, значит, деньги. Мы уже установили, что у Максимаркетс там, значит, там, ну, я девушке сказал, что тысячу долларов, значит, соответственно, тысячу долларов мы вам вернем. На вашу карточку, сейчас я, значит, вам перезвонит наш сотрудник из отдела возвратов. Кстати, еще одна характерная деталь, значит, они мне не звонили, вернее, они мне звонят сначала и бросают трубку, что характерно. Ну, то есть, это вот, ну, говорят люди, которые в тюрьме сидят, вот они там это самое, вот так делают, чтобы не платить за телефонный разговор, халявщики. Ну, я не перезваниваю никогда и вам не советую. Ну, в конце концов, они мне вот позвонили уже, я поднял трубку, вот они сказали, вот так, так и так, сейчас вам позвонит наш специалист по возврату. Вот, ну, я, когда начал задавать там что-то какие-то вопросы, он говорит, ты что, значит, вообще там, типа, задаешь вопросы, ты вот сейчас, сейчас тебе позвонит, он тебе все объяснит. Ну, ладно, звонит тот, второй, ну, второй оказался еще более тупой, вот, и он звонит, говорит, так, значит, сейчас мы будем тебе возвращать деньги, сейчас, вот, и в каком банке у тебя карточка? Я говорю, какая разница, в каком банке карточка, потому что, ну, как бы, я описал выше процедуру, там, неважно, в каком банке карточка, для этого не нужно знать название банка, для этого надо знать только название фермы. Я говорю, зачем вам название моего банка? Чего ты задаешь лишние вопросы, значит, я у тебя спрашиваю, говорит, сказать, в каком банке, ты же хочешь получить деньги, сказать, ну, какой банк у тебя там, Тинькофф, Сбербанк, там, Альфа-банк, я говорю, ну, там, Сбербанк, там, ну, Альфа-банк, без ну давай, вот, ну, я такой, Мне уже сразу было понятно, но мне просто было интересно, как они работают. Хорошо, я говорю, ну пусть будет Тинькофф. Тинькофф у тебя дебетовая или кредитная? Я говорю, ну дебетовая. Пустая? Я говорю, ну пустая пусть будет. Что я тут же сделал? Ну во-первых, он говорит, все, сейчас тебе надо зайти будет. Вот ссылочку я тебе пришлю, дай мне почту электронную. Я ему дал электронную почту, которую я нигде, ни в каких платежных сервисах не регистрировал. Это первое. Второе, что я сделал, я тут же зашел в личный кабинет банка Тинькофф и нажал галочку отменить, сейчас скажу, операции через интернет. То есть все, я отменил операции через интернет, запретил операции через интернет. То есть даже если у человека есть все данные по моей карточке, а у них уже есть мой номер телефона, и собственно говоря, больше ничего. Вот, e-mail я дал не тот. И соответственно, значит, они мне на этот e-mail присылают, вот сейчас вы видите, письмо, вот такое, ссылку. Говорит, переходи на эту ссылку, ну тут дальше уже вообще смешно, да безобразие. Значит, смотрите, new pay transit site card to card index php. Заходим. Посмотрите, быстрый перевод денег с карты на карту. Как вы думаете, с какой карты и на какую карту будут переводиться деньги? Вы думаете, деньги будут переводиться на мою карту? Ничего подобного. Деньги будут переводиться с моей карты. То есть они тупо совершенно дальше хотят с меня взять номер моей карты, значит, соответственно, чтобы я заполнил все вот эти вот штуки. Никогда, никому не сообщайте. Вот эти вот, вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть цифр со своей карты. Ну, тут я ему сказал, что вы что, так сказать, надо мной издеваетесь, что-то там спросил какой-то. Он говорит, тут я вообще задаю вопросы, что ты задаешь вопросы. Я говорю, ну вы что хотите, так сказать, всерьез думаете, что я вам сейчас CV-код скажу? Он, так сказать, ну он там обматерил меня и, ну, так сказать, блатняк какой-то, короче говоря. Ну, показал, что он тупой. Вот, ну, как бы, бывают люди, ну, то есть, надеются, что, так сказать, напорятся еще на кого-то, кто еще тупее, чем они, наверное, я не знаю. Но еще раз, никому не сообщайте номер своей карты, никому не сообщайте CVV-код, вот этот вот, который на обороте карты. Ни в коем случае, так сказать, даже если они говорят, что они вам вернут деньги, ваши 10 тысяч долларов, они с вас снимут эти деньги. Особенно, если это карта кредитная. Вот, что еще я могу сказать, что вот процедура возврата денег от, с Форекса практически, ну, нереально так же, как и это самое. И если Форекс это, ну, по большей части мошенники, то и с процедурой возврата там тоже есть мошенники. Но есть и нормальные фирмы, но они никогда не запросят с вас номер вашей карты. Не только CVV-код, но даже номер карты. Они должны помочь вам оформить документы, ну, за какую-то заранее оговоренную плату. Вот так. Но, в общем, шансов там сразу могу сказать мало. Ну, а последняя рекомендация, никогда, слышите, никогда не связывайтесь с рынком Форекс. Если вам говорят, что Форекс, что это на валютных парах, что заработать можно 30%, что прямо вот сейчас, там, значит, там. Они будут говорить, что не только валютные пары, там, и, там, CFD, значит, там, активы на нефть можно и на акции можно. Все это, все это Форекс. Все это Форекс. Ну, какой главный вопрос, который надо задать им, где зарегистрирована компания? Как правило, они зарегистрированы в офшорных зонах, тогда просто скажите, здравствуйте, спасибо, до свидания, мне это не надо. Ну, еще одна рекомендация, если вы хотите, то, ну, можно поглумиться над ними. Здесь, в общем, так сказать, все средства хороши, потому что, ну, они мерзавцы, и, ну, мерзавцев надо в нос дерьмом. Ну, вот, ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео кого-нибудь остановит. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрьев.